Мировые державы напасть могут даже на самую мирную и демократическую республику, как это было, например, с Кыргызстаном в 1999 году. Такие одиозные организации, как ИГИЛ, уже заявили о своих притязаниях на Центральную Азию. В этой ситуации готовиться нужно к любым вариантам развития событий, что Кыргызстан и пытается делать. Уповать на старую советскую технику не приходится. Нужно кардинально обновлять военные арсеналы республики. В России уже подписан соответствующий договор на поставку вооружения и боеприпасов на сумму более чем в миллиард долларов. Поставки оружия идут уже давно, армия будет максимально переоснащена. Что мы получили? Это, прежде всего, бронетранспортеры для сквопутных войск, мы получили реактивную систему залпового, артиллерийские установки, много разных ракет, боеприпасов и снарядов. Часть новенькой военной техники из России была продемонстрирована на Параде Победы 9 мая в Бишкеке. Переоснащение армии – это залог безопасности государства, потому что тот же ИГИЛ и другие агрессивные элементы имеют в своих арсеналах новейшее оборудование и оружие. Армия не только переоснащается технически, она меняет свой гардероб от рядовых до командиров. Все получат новую форму. Верховному главнокомандующему Алмазбеку Атамбаеву презентовали военную форму одежды нового образца. В новой военной форме, как на параде, прошагали по плацу военнослужащие города Кукджангак, что в Джалабадской области. Здесь с участием президента открыли новый военный городок со всей необходимой инфраструктурой. Из бюджета на это ушло 300 миллионов сомов. Государство должно изменить свое отношение к армии. Если до этого страна оставляла солдат без сапог, то теперь строятся вот такие современные военные городки. А новое обмундирование и вооружение достойны гордости. В течение года военные формирования Кыргызстана будут укомплектованы обмундированием и полностью перейдут на новую форму. Главнокомандующий лично осмотрел казарму, обошел учебные корпуса, пообедал вместе с бойцами и поговорил с ними в неформальной обстановке. Проблем у солдат много и президент обещал системно решать их. Доля солдатская нелегка, а думать о родине профессиональному военному в ситуации, когда его семья нуждается в самом необходимом, согласитесь, сложно. Офицер и его семья не должны ютиться в съемных квартирках и получать гроши. Государство в последние годы всерьез занялось строительством жилья для бойцов. Уже переданы сотни квартир военным. И сейчас идет строительство домов для военнослужащих. Всего 720 квартир. Начиная с 2010 года мы уже сдали в эксплуатацию три военных городка. Это в Баткине, в населенном пункте Алабука. И буквально 26 мая, три дня назад, открытие военного городка было в городе Кокчангак с участием президента, главнокомандующего вооруженными силами. А для решения, а также были построены 50 квартирный дом в Бешкунге для офицеров и прапорщиков, а также 108 квартирный дом построен в микровидной жал. На неделе кыргызская армия отметила свою 23-ю годовщину со дня образования. Торжественное мероприятие состоялось в филармонии. В нём принял участие главнокомандующий Алмазбек Атамбаев. В стране с недавних пор действует Генеральный штаб вооружённых сил. Это единый центр управления войсками. Его возглавляет Асанбек Алымкоджоев. Идёт реформа вооружённых сил. Разрозненные сил объединены в один центр под началом генштаба. Войска стали мобильнее, оперативнее и сильнее. Президент Алмазбек Атамбаев в своей речи заметил, что вооружённые силы – это опора государства. И кто не кормит свою армию, будет вынужден кормить чужую. В последние годы в стране идёт реформа вооружённых сил. Меняют не только форму, но и устаревшую технику. Вооружённые силы страны начали переоснащаться новым вооружением, новой техникой. Уже мы получили более тысячи тонн боеприпасов и вооружений, и мы получим ещё более тысячи тонн. И, конечно же, мы будем и дальше уделять особое внимание статусу и социальным условиям военнослужащих. «Военнослужащие должны обеспечиваться достойной заработной платой и не должны думать о жилье для своих семей». Благодаря верности солдата своему долгу, самоотверженности настоящих офицеров сохранились и укрепились вооружённые силы, сказал главнокомандующий. «Кыргызстан никогда ни перед кем не станет на колени, никогда его не унизить, потому что есть вы, солдаты, офицеры, вооружённые силы, способные защитить родную землю и свой народ». «И сейчас в мире неспокойно. Трясёт Украину, Ближний Восток, Афганистан. Появились новые виды войны, так называемые гибридные, констатировала Мазбек Атамбаев. В этой связи нужно быть готовыми ко всему». «Вместе с реформой вооружённых сил нужно укреплять единство страны и её народа. Те, кто делит народ на этносы и племена, не думают о нации и её будущем. Давайте не будем думать о роде, а будем думать о нации». «С реформой вооружённых сил престиж армии будет только расти, уверены эксперты. Да и сама молодёжь сейчас уже не боится службы в армии так, как раньше». «И из-за того, что многие молодые люди сейчас делают альтернативную службу. И из-за того, что они не хотят служить, я и пришёл сюда служить, если не мы, кто будет защищать свою страну». Государство ставит перед собой цель сделать военную службу наиболее привлекательной и престижной для молодёжи. А также оно намерено усилить обороноспособность страны, чтобы армия могла самостоятельно противостоять угрозам и вызовам нынешнего времени. Канад Канеметов, Алтын Хан Бабаев, Общественный Первый канал.